Вратовальники и военнослужащие ликвидовали узгарание сухой рослинности на полигоне для областного центра. Диспетчеру службы 101 на передедне стали поступать шматлики-звороты от граждан об задымлении на выезде из областного центра и специфичным паху дыму непосредственно у Гродни. По выниках мониторинга было установлено, что причин этого задымления на территории города нема. Крыница за межами областного центра, а минавито на территории горского полигона, где назиралось горение сухой травы. Огнем была охоплена площа у 5 гектаров. Подразделения МНС и военнослужащие организовали тушение пожару, который удалось целиком ликвидировать до 22 часов вечера. С начала года в июне зарегистрировано свыше 170 случаев у сгорания сухой рослинности, как на природе, так и на присядебных участках. Частей за усе причиной таких пожаров становилось игнорование грамазянами правил безпеки. Впереди жаркие выходные дни. Не забывайте, что в сухую погоду необходимо быть особенно внимательными с огнем. Любая искра, незатушенный окурок или спичка могут стать причиной серьезного пожара. Не игнорируйте действующие запреты на посещение лесов в ряде районов. При приготовлении пищи в мангалах и других приспособлениях с использованием горящего угля помните, что расстояние до зданий должно быть не ближе 4 метров. Всегда имейте под рукой лопату, огнетушитель или емкость с водой. Специалисты додают, разводить огонь в лесных массивах зараз категорично забороняется. У связи со спякотным сухим надворьем у большинства районов в области по ранейшему заховывается перед опошней 4-й узровень небезпеки. Только в 5-й районах вероходность узгорания уменьшилась и сейчас заборона часов снята. У остальных денежное обмежевание на находжение у лесах, сбор там ягод и активный отпочинок заборонены. Выключение делается для грамадян населенных пунктов, дорога до которых проходить по лесной территории. Порушение, уведенное из обороны, тягнет администрационную отказность до 25 базовых величин.